В те времена, когда церковь была единственным культурным центром для людей, а порой единственным фундаментальным зданием, она занималась многими делами. Крестила, венчала, учила, хоронила и в том числе лечила. Эта последняя функция называлась соборование. Сейчас, когда медицина и здравоохранение повсюду представлены, эта функция у церкви по-прежнему осталась. Отец Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. В чем суть этого обряда? Я бы сказал, что соборование как таинство. Это одно из семи церковных таинств. То есть это все-таки, я бы ушел от термина «обряд» в данном случае. Для церкви это одно из важнейших священных действий. Это, если угодно, трансляция более общего христианского взгляда на человека, как на единство невидимого и видимого миров, как на существо, которое состоит из невидимой души и видимого телесного состава. Поэтому это таинство, которое предполагает, что человек, заболевший, неважно, душевными недугами или просто физическими болезнями, наряду с обращением к врачам, обращается, если он, естественно, верующий человек, к священнику с просьбой помолиться о том, чтобы его душевные и телесные недуги были или исцелены, или ослаблены до такой степени, которую он может перенести без падения в уныние или в отчаяние. И вот это обращение за духовным исцелением к церкви – это и есть средний здравый путь христианства, который в данном случае проявляется и по отношению к болезни. Не нужно, упаси Бог, предполагать, что соборовни, что любые церковные чинопоследования одни нам помогут, предположим, при онкологическом заболевании. Но не нужно думать и о том, что молитва и церковная молитва не принесет пользы не только в смысле психотерапии, но и в смысле реального исцеления, если человек действительно верит в ту помощь, которая от Бога ему будет дана. Его важно отличать от некоторого его ложного понимания, которое сформировалось в XVIII-XIX веке и отчасти нам транслируется в великой русской литературе. Вспомним хотя бы домотцов и детей или другие источники. Тогда понимание соборования сместилось в сторону своего рода последнего напутствия, которое дается человеку уже перед смертью, когда надежды на его выздоровление нет. Адекватное церковное понимание этого таинства состоит в том, что оно как раз укрепляет надежду на исцеление. Но если действительно готовится уйти в путь всей земли, готовит к тому, чтобы этот переход из времени в вечность совершился для него наименее болезненным и тяжелым способом. А есть ли какие-то ограничения для того, чтобы участвовать в этом таинстве? Ограничения по возрасту, по диагнозам и так далее? Речь, безусловно, идет о человеке, который осознает себя верующим христианином в принципе. С оборудованием, как и вообще ничем в церкви, нельзя воспользоваться как неким фрагментом христианства, который я к себе прилепляю. То есть результат будет, если ты в принципе живешь, ну или, по крайней мере, имеешь намерение жить как церковный верующий христианин. А отец Максим, осознание должно присутствовать, я имею в виду, не быть в бессознательном состоянии и также тяжелые психические расстройства? Я думаю, так можно ответить, что если человек отчетливо при жизни или выражал намерение пособороваться, или в принципе жизнью свидетельствовал свою веру во Христа и свое сознательное христианство, то в таком случае дополнительного подтверждения не нужно требовать. А вот если он прожил жизнь человеком внецерковным, ну атеистического мировоззрения или каких-то иных взглядов на жизнь, и сейчас впал в состояние бессознательное, то как бы родственники не хотели ему блага, проявлять в данном случае насилие и над теми свободными выборами, которые он делал в своей жизни, не нужно. Таковы, как говорит церковное сознание, на волю Божию оставляются. В конце концов, каждый из нас делает свои выборы в своей жизни. Я понял. Мне просто был интересен разговор с точки зрения, что называется, действующего вещества, которое есть в любом лекарстве, в обезболивающем. А в данном случае это вера самая действующая. Вера, ну а видимым знаком соборования является помазание елеем, это освященным благовонным растительным маслом, которое во время чтения отрывков из апостола, из Евангелия, и молитв, в которых церковь просит об исцелении болящего, о прощении его грехов, вот так семикратно совершается это помазание елеем. Здесь не случайно, кстати, созвучие двух греческих слов. «Элеос» как масло и «Элеос» как милость. Вот эти два слова «елей» как символ милости – это еще ветхозаветный образ, который вполне перешел и в сознание христианской церкви. Отец Максим, спасибо вам большое. Одно из ярких и приятных воспоминаний детства и ранней юности – это оккупированная мной ванная комната, чертежная доска на самой ванне, фотоувеличитель, ванночки с проявителем и фиксажом, красная лампа и магия появления фотоизображения. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пользуетесь в своей работе сегодня этими камерами? Или это просто симпатичные штуки, которые вы храните с любовью? Вы знаете, я ими пользуюсь, но я ими пользуюсь в учебном процессе. Я преподаю на факультете журналистики МГУ, и студентам, как это ни странно, очень интересны эти старинные технологии, которых я, видимо, последний носитель. Я восстановил процесс уличных фотографов конца 19 века, крайне дешевый и крайне непритязательный, когда используется листочек фотобумаги, который после специальной обработки при красном свете или в темной комнате превращается из негатива потом в позитив. А как вообще качество оптика вот сегодня? Сегодня, вы знаете, к сожалению, для пленки цифровые технологии превзошли уже пленочные технологии. Да, цифра побеждает пленку, но вот побеждает, она побеждает, но какие-то эффекты, которые есть в аналоговой фотографии, нету в цифровой. Например, у нас были гости, которые делали одну книгу, посвященную редким зданиям Москвы, и они специально снимали на пленку и убеждали меня в том, что фотография получается другая. Или это кокетство, балабство? Отчасти они правы. Дело в том, что у старых камер, например, вот у этого замечательного деревянного фотоаппарата, есть один параметр, который невозможно просчитать. Называется он пластика изображения. Что такое пластика изображения? Скажем, у всех камер есть самые разные объективы, ну, тоже здесь есть объектив, объектив заменяет глаз, как бы камеры. И старые объективы, благодаря тому, что размер конечного изображения у них очень большой, они дают изображение совсем другое, другое, абсолютно не такое, как дают современные цифровые фотоаппараты. В первую очередь, за счет размера матрицы, то есть, например, вот в этом фотоаппарате, который мы сейчас с вами посмотрели, объектив, у него размер изображения матрицы очень и очень большой. То есть у него изображение проецируется прямо вот сюда. То есть это размер пленки, которая сюда заряжалась? Бумаги, да. Бумаги или пленки, в зависимости от того, как вы снимаете. Потому что он дает лицо человеку именно таким, какой он и есть, плюс это еще аналоговое. Дело в том, что в цифре все пересчитывается. Все пропускается через компьютер, а, например, в маленьких телефонах, где совсем там матрица вот такученькая, оно автоматически дорисовывается. То есть всех нюансов нет. Когда люди снимают архитектуру, некоторые люди утверждают, что в фотошопе можно все склеить. Склеить-то да, но пропорции будут нарушены. И здание в результате на конечном продукте, на фотографии, будет не таким, какой оно есть на самом деле. А у этих фотоаппаратов все двигается, все как бы вращается, у них есть разные плоскости, которые можно двигать как угодно. И за счет этого они передают изображение именно таким, какой оно есть на самом деле. Мало того, когда снимаешь людей вот этим фотоаппаратом, большим, они удивляются, насколько они не такие, как... Как они привыкли себя видеть на фотографиях, тем более на селфи. Тем более на селфи. Вот у меня есть фотоаппарат с такой печальной историей. Эта камера называется Фотокор. Она вот выглядит как такой ящичек. Ну и через несколько секунд она у нас превратится в полноценный фотоаппарат. И что в нем грустного? Это камера Фотокор, которая выпускалась самая суровая для Советского Союза и Фриме в годы репрессий. И я представляю, с какой тоской люди ее делали на Ленинградском заводе. И она до сих пор как бы работает. Ну, у меня есть. А у меня есть студент на факультете журналистики, у которого прадед был фотографом. Узнав, что я как бы эти технологии немножко возродил, он стал заниматься историей своего прадеда и выяснил, что он снимал фотоаппаратом Фотокор, и он нашел даже несколько фотографий из стеклянных негативов в подвале того дома, где он жил. А сам, к сожалению, его прадед, он был расстрелян и репрессирован. И он попросил меня научить его снимать этим фотоаппаратом. Я научил, это не так сложно. Стоит он недорого, Фотокор, именно советский фотоаппарат, и поэтому мне было приятно, что он именно нашу российскую историю не дает забыть. И он стал делать им портреты людей. Сначала родителей, потом своих знакомых. И на его огромное удивление люди стали ценить эти фотографии, потому что они получаются совсем другими. И важна не только техника, да, тупая, но и сам подход, поскольку эту камеру-то поставить на штатив, потом нужно навести на резкость, потом нужно закрыть затвор, вставить кассету, сказать, замрите. Да, трудно не шевелиться, тем более не моргать. Ну, я использую современные осветители, довольно мощные, ставлю их сбоку. Тогда можно сократить выдержку. Да, моментальную вспышку, и все. И мне очень приятно, что Влад Кочетков, завод этого студента, он снимает по методу своего деда, и он мне написал, даже в письме, вы знаете, Сергей Владимирович, я стал его лучше понимать. Когда я попробовал, как снимали вот такими фотоаппаратами, каково это было, и я понял, почему люди получались такие благородные, такие спокойные, такие размеренные. Было время подготовиться. Было время подготовиться, конечно. В таком выражении лица. Удивительно. Вообще, вы знаете, когда вы сказали, что цифра вытесняет, ну, наверное, она вытесняет, но перечисленные возможности, вами перечисленные возможности, говорят о том, что, наверное, и не вытесняет, потому что есть какие-то вещи, которые на этом получаются по-особому. А если вы говорите, что люди хранят такие фотографии, знаете, как умение рисовать рукой сегодня, это большая ценность, так и это. И очень хочется надеяться, что это будет жить, потому что... Ну, можете сами, если хотите, можем еще снять вот с этой штуки, покрутить ее, немножко залезть под эту самую под черную ткань. Можно попробовать? Конечно, вот. Итак, у нас с вами фотоаппарат, он очень простой, то есть он на самом деле состоит из чего-то из мехов, вот это меха. Они назывались на жаргоне фотографа в пленочной эпохе суфле. Почему суфле? Потому что они крайне-крайне пластичные, то есть их можно сложить, например... Ну и ящик. Все, и ящик. И чемоданчик маленький. Они вот так выдвигаются, закрепляются, камера деревянная, мы открываем объективчик, и нам все становится видно. И мы можем навести вот на того нашего замечательного коллегу-оператора, вот мы на него наводим. Видите, какой он красивый у нас, как видно его здорово, как он в лицо у него красивое. Но вы ничего не видите, почему? Потому что он просто бликует. И вот чтобы не бликовало фотографы той эпохи, делали вот так. И тут я уже довожу резкость до нужной вам кондиции. Да, да, да. Режь, 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 режь. Еще, еще, крутите. А сейчас что-нибудь видно? Нет, вы закрыли объектив, скорее. Ну, конечно. То есть смотрите, когда открыт объектив, получается, что вы уже засвечиваете пленку. То есть я ее снимаю в последний момент. Да, нет, вы, значит, навели на резкость, сделали, потом вы откидываете матовое стекло, вставляете сюда кассету, закрыли объектив, хоп, выдвинули шибер, птичка вылетела, птичка прилетела. Все. Довольно чуть-чуть сложнее, чем сделать сейхи с сегодняшним телефоном, но тем не менее. Ну да, вот такая она, как бы, жизнь. Она довольно тяжелая, к сожалению. Плюс штатив, плюс штатив, конечно. Ну, как-то приятно с этим иметь дело. Да, наверное, нет тех возможностей, которые есть у цифровой техники, но есть другие возможности. Поэтому я за разные возможности. Вы знаете, да, потому что жизнь должна быть разнообразна, а когда ты вот эту камеру открываешь, да, ты ее берешь в руку, и ты понимаешь, что у тебя там всего пять, шесть, десять кадров, ты очень мобилизуешься. Совершенно верно. Ответственность другая. Совсем другая. А помимо ваших студентов в факультете журналистики, у нас есть еще немаленькая аудитория телезрителей, которая сейчас об этом тоже кое-что новое узнала для себя. Спасибо вам большое. Было бы, конечно, здорово погасить свет, включить красную лампу и попробовать. Ну, вдруг получится как-нибудь в следующий раз. Буду рад. Спасибо вам. Спасибо. Всяческих удач. Как зарождались искусства на земле? Скорее всего, сначала появился танец. Ведь хотелось же первобытному человеку пуститься в пляс от радости меткого попадания в голову зверя. Или, наоборот, скинуть руки театрально над безвременно ушедшим соплеменником. Потом, вероятно, заметили слабую выразительность таких движений в полной тишине и попробовали наложить на них звук. И так родилась музыка. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А теперь, кстати, музыка живет сама по себе, а танец без музыки уже не может. Ну, можно представить себя человека, который танцует в тишине, хотя это имеет мало смысла. Но, с другой стороны, можно себе прекрасно представить музыку танцевальную, которая звучит, и под нее никто не танцует. Так что танцевальная музыка вполне уже отделилась от танца, хотя, в общем-то, когда-то от него произошла. Танцевальная музыка звучит сегодня, даже тогда, когда никто не танцует. Мы можем представить себе, ну, вот вы едете в автомобиль, включаете радио, там звучит танцевальная музыка, но вы же не танцуете под нее, вы ведете машину. Я пританцовываю. Согласен. Скажите, какие ноты у вас сегодня с собой, и что вы сыграете? Это французские сюиты Куганна Себастьяна Баха. Я, собственно, хотел рассказать о том, что танец был одной из составляющих, собственно, классической музыки. Музыка возникла из сопровождения танца, из охотничьих сигналов, военных сигналов, каких-то сакральных звучаний, обращенных к высшим сферам. И из всего вот этого сложилось то, что сейчас мы называем классической музыкой. Собственно, баховские вот эти вот сюиты, это была типичная танцевальная музыка эпохи барокко. Сюита объединяла несколько танцев, такое что-то вроде структуры современного бала. И надо сказать, что тогда танцев было достаточно много, и сейчас вот их, собственно, всего два, медленные и быстрые, а тогда было очень большое разнообразие танцев. Мне кажется, если, в принципе, разнообразить нашу танцевальную культуру, мы можем и внутренний мир как человека развить. Ну вот, тогда танцевали примерно вот так. Это была первая половина 18 века. Или что-нибудь быстрое, например. Ну и так далее. И все знали, какие движения соответствуют этой музыке. Ну, конечно. Сейчас же вы знаете, как танцевать медленный танец, как танцевать быстро. Тогда просто было чуть более разнообразно. Вы, вероятно, умеете танцевать вальс, я не сомневаюсь в этом. Может быть, даже кадры. Ах, Алексей, ну ладно. Не будем разочаровывать зрителей. Так вот, в эпоху барокко танец был просто вот такой, так сказать, музыка прикладная для танцев. В эпоху классицизма танец стал частью общей картины мира. И танец занял прочное место в такой вот нашем стройном мировосприятии. А в эпоху романтизма танец уже стал музыкой для слушания. Например, если мы возьмем какую-нибудь из мазурок Шопена, которая начинается вот так. И там еще есть такая серединка, немножечко воинственная, хотя очень тихая. Это сразу мы вспоминаем о том, что Шопен он был в возрасте 20 лет уехать из Польши во Францию, потому что там начинались революционные события. И он всю жизнь так вот тосковал по своей родине, очень беспокоился о том, что там происходит. И в его музыке, даже в таких, казалось бы, прикладных и достаточно простых вещах, как мазурки, все равно отражалось вот это, то есть, его отношение к тому, что там происходило. Есть интересный такой момент, это вот вальсы Штрауса, под которые, конечно, танцевали. Они были именно созданы для сопровождения танцев. А сейчас, уже к началу 20 века, они практически перешли на филармоническую эстраду и заняли там свое прочное место. Так же, как, например, вот такая музыка. Это вот рэктаймы Джоплина. Сейчас вполне можно себе представить, что какой-нибудь пианист на бис это сыграет в своем концерте. А когда-то это звучало только в салунах и под это люди развлекались и иногда даже танцевали. Красота. Алексей, спасибо вам большое. Как здорово, что у нас в программе звучит живая музыка. Как хорошо, что у вас теперь есть рояль. Да, мы не будем далеко его отказывать. Мое место за роялем. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. В современном автомобиле есть много электронных помощников, которые призваны облегчать управление в сложных ситуациях. И это здорово. Но вот только с одной стороны. Потому что эти помощники не обеспечивают полной безопасности в критической ситуации. И нужно уметь вовремя отказаться от их услуг и взять ответственность на себя. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Может быть, я ретроград, но мне кажется, что учить молодых водителей нужно на ручной коробке, с задним приводом и без электроники. Ну, я тоже так считаю. Хотя электронные помощники, конечно, делают свою очень большую работу и очень часто она незаметна водителю. Они помогают в аварийных ситуациях, когда водитель допустил ошибку, ее нивелируют, и машина не разворачивается, не идет в занос, не идет в снос, а удерживается на той траектории, по которой желает ехать водитель. Это ЕСП, Electronic Stability Program, изобретено очень-очень давно, работает очень просто. Подтормаживаются какие-то колеса, какие-то, наоборот, могут даже давать крутящий момент больше, и автомобиль остается на дуге, и водитель дальше едет туда, куда ему надо, совершенно благополучно, без этой электроники автомобиль бы пошел в занос и вылетел бы с дороги. Что здесь очень важно? То, что электроника, вот эти электронные помощники, ЕСП, может называться на разных автомобилях по-разному, помогает исправить небольшие ошибки. Небольшие ошибки. Небольшую погрешность в скорости на скользком повороте. Надо было ехать, условно говоря, 40 километров в час, а водитель ехал 45 километров в час. Но если водитель, там, где нужно было ехать 40, по скользкому повороту поедет 80, то никакая электроника ему не поможет по одной простой причине. Сцепление шины с дорогой пропадет, и электроника не сможет работать. В этом случае, Михаил, электроника становится нейтральным участником процесса, или она может мешать водителю, который пытается выправить ситуацию сам? Это очень интересный вопрос. Я много экспериментировал и пришел к выводу, что электроника абсолютно не мешает. Не мешает. Знаете, я почему спросил? Бывают ситуации, когда срабатывает АБС на скользкой дороге, и ты вроде бы мог бы остановиться, если бы ее не было, но машину тащит. Тогда ты решаешь торможение, используя складки местности. Да, фрагменты какие-то, короткие нажатия. Ну, в общем, начинаешь... Или это ерунда? Алексей, значит, смотрите, здесь ситуация похожая, абсолютно похожая. Когда при торможении на льду с АБС водителю кажется, что вот под этот стрекот никакого замедления нету, и он начинает ругать АБС, говорит, вот если бы не было АБС, я бы затормозил. Это все миф. Потому что он точно так же на этом скользком месте и не затормозил бы без АБС. Просто слишком скользко. Понимаете? То же самое с электронными помощниками. Но для нормальной езды вот эти ошибки, которые электроника исправляет, они очень могут быть опасными для обычного водителя. Усталость, внимание, не заметил, что скользко и так далее, и так далее. Электроника все эти ошибки исправляет, и при нормальном вождении она абсолютно не мешает. Очень важно это было услышать, потому что они именно помощники, они не заменители водителей. Не заменители. В противном случае тогда электроника должна взять на себя полное управление машиной, тогда вы в безопасности. Но пока вы держитесь за руль и ваши ноги на педалях, надо понимать, что это не панацея. Это не панацея, это помощь. Поэтому я и говорю, что это электронные помощники. Они помогают избежать серьезных ошибок, а мелкие недочеты они исправляют совершенно легко, без проблем, и в этом легко убедиться. Конечно же, вы должны понимать, что на скользкой дороге, например, вы хотите обгонять или, ну, опережать, да. Вы нажимаете на газ, в это время поворачиваете руль, машина становится нестабильной, включается система, и газа больше нет. И обогнать вам не удастся. Михаил, спасибо вам большое. Очень, кстати, своевременно, погода такая. Спасибо. Всего хорошего. Если из мусора, который мы выбрасываем, а это 70 миллионов тонн в год, построить башню, по ней можно будет добраться до Луны. Но решение в этой проблеме есть. Нужно просто для себя решить, я не хочу жить на свалке. Вот пример тех, кто уже принял это решение. Карина Смирнова, мать троих детей, дизайнер, придумала марафон, как за 11 дней начать разделять отходы дома. Две недели подряд Карина и ее соратники рассказывают, для чего и как нужно сортировать мусор. Результат порадовал организаторов. В акции приняло участие 300 человек. Вот молодцы. Правда, для тех, кто планировал по мусорной башне добраться до Луны, падают шансы. Ну что ж, никогда не бывает так, что хорошо абсолютно всем. И некоторым придется ждать развития космического туризма. Но напоминаем, стекло сюда, металл сюда, пластик сюда, бумагу сюда. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова